Добрый день! Давно хотелось поделиться с вами одной идеей, а точнее одним обоснованием давно известного закона, которая, эта идея пришла мне в голову и поделился своим другом, он сказал, слушай, какая красивая идея, и я решил, что почему не поделиться с ней и со зрителями тоже. Итак, как-то раз я слышал от имени Рава Шалума Аруша, что он советует своим ученикам, если они идут, как требует идея брестовская, то есть посидеть одним и поговорить со Всевышним, не во время обязательных молитв, а самостоятельной инициативой. Очень хорошая идея, не нуждается в моих согласиях или несогласиях, но я имею в виду, что интересная идея. То есть я молюсь не только потому, что я обязан, Шахарис, Минха, Майри, молиться, а потому, что я хочу поговорить со Всевышним. То есть это как бы живая связь с Богом. Так вот, Рав Шалума Аруш советует начинать все просьбы с того, что полчаса поблагодарите Всевышнего. Как можно полчаса поблагодарить? Спасибо, 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 благодарю тебя, благодарю тебя. Невозможно. Поэтому он советует так. Благодарите за каждый отдельный момент. Например, благодарите за то, что у вас есть руки, глаза, что вы можете дышать, что вы можете ходить. Если человек начинает об этом задумываться, то в нем действительно просыпается очень сильное чувство любви и благодарности ко Всевышнему. Поскольку он начинает осознавать, насколько он окружен, ну мы все окружены, добром Творца со всех сторон. Очень красивая идея, но мне всегда хотелось найти какое-то обоснование. И мне кажется, что вот оно обоснование. Оцените его, может быть, я не прав. Но есть такое Аллаха, есть такой закон, что благословлять на пищу нужно конкретное благословение. Что имеется в виду? Например, в принципе, можно взять любую еду, любое питье. Например, предположим, у меня бы здесь было вино. У меня сейчас здесь уже ничего нет, я как бы пил водичку, но она закончилась. На водичку нужно говорить шиакольния бедворо, да? Окей. А если у меня есть вино, я вместо того, чтобы сказать на него буре при агафон, я говорю на него шиакольния бедворо. Все сотворено по его слову. Неверно? Верно. Выполнил ли я обязанность благословлять? Выполнил. Но изначально нужно сказать на вино буре при агафон, сотворивший плод виноградной лозы. Почему? Есть такая Аллаха, что каждый вид должен быть назван соответственно своему благословению. Чем точнее, тем лучше. А в чем логика? Мне кажется, логика в следующем. Что когда человек задумывается, что именно он получил от Всевышнего, это совсем другое, чем если он просто сказал ему спасибо. Все твое. А это такой может быть формальный ответ. А ты задумайся. А что это? Это плод дерева. Это плод земли. То есть, каждый раз, как ты задумываешься, ты гораздо больше и гораздо глубже осознаешь, что ты получил. Например, жизненный пример. Ваша супруга приготовила вам обед. Потому что можете ей просто сказать спасибо, дорогая. А можете ей сказать, знаешь, дорогая, сегодняшние котлеты были просто какого-то невероятного вкуса. Они были настолько нежные, настолько сочные, в них было настолько достаточно специй и каких-то... Они были настолько ароматные, что я прям получил огромное удовольствие. В какой момент, в какой ситуации вы больше уделили внимание тому труду и тому вкладу, который сделала ваша супруга в эти котлеты? Ну, конечно же, когда вы выделили, детализировали каждый вот и специи, и соль, и сочность, и нежность, потому что вы действительно оценили и сказали, что вы обратили внимание на все-все-все. Так, мне кажется, что это и есть смысл закона «Скажи благословение четко» по поводу вот этого вот плода. Он с дерева, он с... Задумайся, что все еще не делал. И плод дерева, и плод земли, да? И то же самое, то, что говорит Равару, что же можно... Когда ты задумываешься над каждой деталью, ты тогда начинаешь понимать, осознавать, и тогда твоя благодарность намного более искренняя и настоящая, намного более глубоко. Ну, вот такая мысль, с которой я хотел с вами поделиться. Поделиться. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok